А вот лобовик есть у нас, и клей лежит, а мы не вклеили. А знаешь почему? Парень, который работает, я не хочу. Я в грязи работаю, мне говорят, оттуда с лестницы спуститься. В грязь, он прям в жадку спустился, где-то что-то почистил и поехал дальше. Через лобовое стекло. Да, на зиму надо бы, наверное, вклеить. Короче, вот такая самоходная жадка. Но пыли здесь такой нет, я так понимаю, да, при работе? Когда косит, нет. Вот когда молотит, очень, да, пыль небольшая. Есть пыль, но небольшая, комары бывают. Сейчас уже меньше стало, а вот в сентябре прям вообще много было. Ну вот жадка, работает в грязи она. Почему? Потому что, допустим, рис, вот, ну видно, да? Да, и сегменты тупятся, и все бывает, но меняем, работает. Переделано она под сплошные ленты, ленты мы сами переделывали. Здесь были раздельные, да? Да, раздельные, ну, раздельные, может они и хорошо бы работали, если бы они были качественные. В магазинах не было качественных, мы поставили эти, и уже второй сезон работают. А вот с раздельными у нас в день два-три раз приходилось их натягивать, выходить, что-то делать. Здесь мотовила очень интересная стоит. Я когда его видел, я думал, а как она будет работать? А потом видел такие мотовила только на премиум жадках. У него пальцы ходят через верх. Оказывается, это противономаточная. У Макдона так же? Да, вот. Обратите внимание, это мотовила на другом, на другом. Вот смотри, они идут, вот здесь подходят так же. Да, да, да. Так, так, так. И поднимаются вверх. Они поднимаются, перекручиваются. И вот когда наматывают на нее, они рвут это все и в окно уходят. Так удивительно, вот заходишь, где вот просянка или что-то вот такое, путающаяся какая-то вот трава, мы ни разу его не чистили, это мотовило. Вот то мотовило, да, бывает и рисовая солома накручивается здесь, и что-то. Вот без этих защит работать невозможно, вот по краям. Рис, особенно лежачий, сразу намотают. Вот эти вот? Да. Вот без этих кожухов работать вообще не получится. Вообще нереально. Это заводское исполнение? Да, это заводское исполнение. Это жадко-бердянское. Ну, много здесь чего переделано. Валы мы сами делали под сплошные ленты. Жадко-бердянское. Ну, мы, соответственно, здесь еще поставили редуктор-шумахер вместо катагона. Таким вот образом он здесь стоит. Мы отяжителем тоже здесь что-то смотрим. Ну, этот ремень уже второй год работает. Мы как его поставили, так он и работает. И натягивать не надо? Ну, он у нас лежит на отяжителе. В любое время, если он расслабится, можно подтянуть. Но он лежит, работает, да. Как бы жадко-обрещенное тоже. Вариатор вынесем на комбайн. Просто идет кардан на жадку и все. Обычно на жадках вариатор на самой жадке. Здесь вынесено редуктор привода стоит. Здесь вал. Но этот адаптер, он сенесея 1200р. Адаптер. Да. Сам привод жадки у нас идет. На их силовой агрегат вот для МЗ-256. Он никак не связан ни с ходовой, ни с чем, только маслом. Стоят два насоса, МП-90. Еще, я переделал, поставил НШ-10. Еще привод, муфточку сделал. Дозатор руля работает от него у нас. Насос подпитки получается. Это сам ГСТ-насос. А это мы еще на насос подпитки еще сделали. Десятый НШ-а. Он управляет, да, чтобы где-то на двигатель не крепить. Было место мы закрепили здесь. Да. И стоит еще один. Вот он, МЗ-90. Он вращается, он вращается. И драматур, который приводит жадку. Вот он стоит. Да. То есть у нас на жадке, у нас управляется ГСТ. Стоит тахометр, обороты жадки показывают. Определенные обороты мы вывели, которые самые лучшие. Ну, уже на срычках, в принципе, до конца раз. И вот он на определенные обороты выше. Можно даже реверсом воспользоваться, потому что ГСТ, он и реверс у него тоже как бы есть, да, в обратную. Если что-то там мотовилой скинуть, или что-то... Вот он стоит, привод, да, вот так он реализован. Отсюда вот прямо идет на мотовилах. Завода здесь бывают вариаторы еще стоят. У нас все установлено на самом энергосредстве. Называется как-то энергосредство. Да. Энергоноситель еще, да? Энергоноситель, да. И, пожалуйста, вот здесь привод мотовила. Все, с этой стороны вот так все сделано. Кабина и вот часть рамы взята была от кормоуборочного Енисея, редкого тоже. 324-й. 324-й, да. От кабинов до середины рамы. Гусеничный ход был взят от Енисея 1200р. С 70-го или 80-го года, не помню, но очень такого старенького комбайна. Был взят от Енисея. Ну, двигатель мазовский был взят на разборе, соответственно, с какого-то маза. Радиатор был зеленый с какого-то немецкого комбайна кормоуборочного. Не знаю, с какого. 2181-я. Может быть, с какого-то кормоуборочного, да. Ну, здесь вот радиатор стоит у нас в поле. Вроде бы ничего проблем не было. Очень такой тонкий, все. Ну, видимо, теплоемкость хорошая, охлаждает хорошо. Это у нас, получается, радиатор двигателя водяной. Это масляный двигатель. Это масляный ход. Это ГСТ жадкий, который радиатор. Вот оно, пачка стоит. В принципе, они все разборные, быстренько разбираются. Мы промывали, разбирали. Очень-таки быстро все это делается. Здесь ничего сложного такого нет. Двигатель крутит 2 ГС-90, повторюсь, что ты сказал. И крутит ГС-32. У нас был доновский. Мы поставили доновский. Здесь немного такой овальный стоит. Мы поставили круглый. Он сюда поместился. И как бы проблем у нас нет. Он просто в запасе был. Мы как-то его родной испортился. Мы поставили этот. Он туда по креплениям подошел. Все он стоит. Глушитель самовара. Фильтр тоже от какого-то. А ты карус, от чего-то стоит. Я не знаю, корпус может от чего-то еще. У нас был такой. Прекрасно работает. Глушитель тоже, я уже сказал, что самовар. Гидробаки. Фильтра. Топливный бак. Вот ящик прямо на поле здесь доваривали. Вот, чтобы что-то положить сюда. Там смазка. Где-то пенек подставить или что-то там. Так, вот. Самое интересное. Управление. Самоходной гусеничной машиной. Вот. Косилкой. Комбайном. Как реализовано? Здесь вот получается гидромотор крутит коробку передач. Коробка передач, да. От КСК-100 ты говорил. Да. Коробка стоит от КСК-100. Единственное, тяги в салон мы не проводили для переключения режимов. Но, в принципе, они нам здесь так сильно и не нужны. Иногда мы ставим первый режим. Там где-то, когда кого-то буксируем. И все. Работаем в основном всегда вторым режимом. Ну, все это вот отсюда делается. Поблем нет. Вот этот шплинтик вытащили. И все. Вот так вытаскивается. Это засунули. Это вытянули. Все. Вот здесь даже схема есть. Вот она нарисована. Вот пыли. Ну, вот она есть. Такой куда надо вытащить. Да. Здесь... Подсказка есть, короче. Ну, уже мы знаем наизусть. Как бы нам проблем нет. Мы нарисовали. Да. Бортовые стоят. В бортовых стоят пакеты. Вокруг пакета лента тормозная. Тормоза. И так он и работает. Отключает гусеницу. Что здесь интересно, вот я сейчас расскажу. Здесь управляется гусеница рулем. То есть, немного ты руль покрутил, отключается гусеница. Дальше докручиваешь, включается тормоз. Тогда он поворачивает полностью на месте. Если ты немного руль покрутил, комбайн едет плавно поворачивать. Докрутил, он крутится на месте. Реализовано это здесь, ну, не знаю, в грязи, может, сейчас. Не будет. Ну, видно, вот. Система роликов и один цилиндр. Он же тянет и тормоз. Он же тянет и, получается, как фрикцион называют на ДТшках. Ну, здесь пакет, получается, расхолачивает. Вот он. Да, вот система интересная. И она очень нравится. Некоторые переделывают, которые настроить люди не могут. Они переделывают эту систему. Делают так, чтобы тормоза педалями нажимать. А гусеницы отключать рулем. Ну, это уже лишнее. В кабине получается лишнее. Все прекрасно рулем рулится, крутится. Все шикарно. Светотехника у тебя. Смотрю, наверное, вообще. Это мы тоже, когда наклейки заказывали, прикол. Ну, кто-то оторвал. А так вот многие думали, что реально фары тут стоят. Здесь, на эта вот вся часть, сенесея 324, здесь стояли догружатели. Жатку догружать. Блинные такие. И они у нас тоже стояли. Мы их сняли. Мы продлили, сделали ящики. Это аккумуляторные ящики. Здесь один аккумулятор, там другой аккумулятор. Они работают в противовес жатки. Двигатель тоже максимально вынесен назад. Противовес жатки. Чтобы на гусеничную тележку была равномерная нагрузка. Да, давление равномерное. Чтобы нигде он не кивал, не тонул. Вот смотри, еще раз по повороту. Ты до конца не дошел. Получается, управление в кабине происходит рулем. Ты руль крутишь и все. Руль воздействует на распределитель, да, получается? Здесь механических тяг нету? Нет, механических тяг нету. Стоит дозатор. Дозатор 125. Такой же, по-моему, как на Доне стоит. 125-й дозатор стоит. Стоят два гидроцилиндра. И дозатор питает вот этот насос. Нигдец. Который мы сюда не прилепили. Он питает дозатор. Берет с гидравокомасла. Питает дозатор. Дозатор управляет двумя цилиндрами. Вот такая вот система. По гидравлике. Что я скажу? Гидравлика очень простая. Стоит насос, я показывал, НШ-32. С него идет вот клапан с вектора стоит. Стоит клапан с вектор. Приходит, вот с НШ-32 приходит давление до клапана. И уходит в распределитель. В свободном состоянии, если не пользуешься гидравликой, масло приходит сюда и уходит в бак, вот в обратку. Через фильтр фильтруется в бак. Все. Когда мы ничем не пользуемся. Она охлаждается по трубкам, там, тут она без давления, она и не греется. Когда мы пользуемся какой-то секцией гидрораспределителя, клапан срабатывает. И вот этот клапан начинает давать давление 160 атмосфер. И у нас начинает срабатывать гидравлик. Больше 160 он уже начинает в обратку скидывать. Ну, чтобы не порвало шланг, там, НШ-3 не испортился. Все. А это уже у нас идет слив. Он прямиком идет, получается, сюда в клапан слив в НИОЖИ и в бак. А это с распределителя также в бак. То есть лишних соединений нет. Вот этот клапан, который регулирует все давление. Вот он лючок. Под ним это для того, чтобы поменять магнит или что-то. Вот он лючок. И сейчас вниз мы спустимся, я покажу сам распределитель. Вот он, установлен сам распределитель. Он четырехсекционный, но здесь используются три секции. Доновский распределитель. Вот он соединен. Вот он стоит блок диодов, для того, чтобы кнопки не горели. Блок диодов. Поразительные токи скидывает на массу. Вот он распределитель. Все, больше здесь ничего нет. Пошло нажатку и вот управление сюда. Очень все минимизировано. Вот теперь по органам управления в ходиле. С парадного, короче, надо заходить. Да, ну здесь видно, что ребята готовились к дождю, да, вот, на крыле сидения. Да, вот здесь ящик. А так вот по органам управления, пожалуйста. Здесь до сих пор одну кнопку, видимо, взаимствовали куда-то, она у нас пустая была. Также масса, вот она загорелась. Это заводится двигатель. Это обороты двигателя. Это включается жадка. ГСТ, короче. Да, это ход, подъем, жадки. Да, вот, можем даже... Все работает. Приборы, обороты двигателя. Такая же панель, как в том Доне. Да, 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 да. Как в Доне, да. И как еще... Так же кондиционер есть, но мы его не соединяли. Ну, конечно, у вас тут кондиционер такой получше есть. Ну, скорее всего, сделаем. Август вот написал, и все, испаритель, все здесь стоит, даже вентилятор работает, но мы его не соединяли. Так, все. Единственное, что мы не успели сделать, глушилку двигателя, выходим в глушину. Ну, это мы сделаем. Жадка запускается, вот он рычагом. Можно запустить медленно. Вот, крутится медленно. Можно увеличить. Пожалуйста, раз, выключили. Можно задних вот дать. Все. Ну, с жестикого опустить. Понятно. Работает. Мотовило. Все с жестикым. И он же рычаг 2 степень, джойстик. Наверное, слишком слабый, с 700-го ручки. Все. Минимально. Педали нету, ничего нету. Есть только вот руль. Все. Им же есть сигнал. Вот руль, который можно поворачивать. Ну вот, мы даже, наверное, присядем здесь. Да, не стабильный. Да, тест-драйв. Вот. Вот пакет. Вот это уже до конца. Вот раз вот. Тут все работает чуть-чуть. Видишь, он медленно поворачивает. Но если надо, вот, например, вот, видишь, он медленно поворачивает, поворачивает, поворачивает. Это пакет отключен. А если надо, например, резко. На месте крутится. Просто на месте. Ну, она жесткая. Техника рисовых полей. И вот смотри, в чем особенность. Ты на месте здесь крутился, пятак, так сказать, да, вот там. А дерн ничего не содрал. Нет. Ты даже стерню не повредил. Хотя здесь грязь. Да. Хотя здесь грязь, да. А почему я покажу, как сделаны башмаки. Вот парень, который на ней работает. Я, когда раньше работал, я более плавно управлял. Я сейчас уже года два на ней не работал, так бы. А вот парень на ней работает, он вообще управляет. Она на него плывет. Ну, он уже приработался к ней чувствует. Да, к рулю, да. Руль чувствует. Здесь, ну, у Каля, день поработаешь, начинаешь чувствовать. Да, да, да. Это есть. Ну, если вот забыл массу выключить, например, чтобы в кабину не возвращаться, можно подойти сюда. Дублирующая кнопка? Да, вот она механически. Башмаки сделаны вот. Они, да, действительно. Не травмируют, ничего. Болотоходные. Площадь опоры шикарная. Очень так плавно она и поворачивает, скользят они хорошие. Да, вот башмаки так сделаны. Они не как на, там, на ДТ-тракторе, или, там, на, вот, 130-м или, там, 100-м. 170-м они сделаны, своеобразные. Вообще, вот ходовая гусеничная вот таких комбайнов, она проблемная или нет? То есть катки, там, натяжители, туда-сюда, цепи. Если ее запустишь, просто запустишь, не будешь перебирать катки, не будешь смотреть, она начнет быть проблемой. Что надо здесь, ну, вот, мы уже второй сезон работаем, мы перебирали. Перед прошлым сезоном мы поменяли все втулки на всех осях, чтобы не болтались. Даже доработали, что мы сделали. Вот здесь между катками удерживающие еще добавили. Бывает там удерживающие и здесь. Удерживающие это что такое? Блин, вот сейчас вот, как сказать, вот. Железная, она при повороте, если с катка слазит, цепь, она вот, она, железная, держит, толкает цепь. Почему мы здесь добавили? Сейчас объясню. У нас немного цепь изношенная, и она как бы сгибается на поворотах. И вот здесь получается от удерживающей до удерживающей большое расстояние над передней тележкой. И мы добавили еще одну. Вот у нас три удерживающие. Но это, я видел, что многие так делают. На таких жадках процентов 20, наверное, сделано, вот, добавлено третье удерживающие. Из завода их не было? Из завода не бывает, да. Но люди добавляют, и мы тоже добавили. Такие дела. Ну, фаркоп, это наша палочка-вручалочка. Мы этой жадкой камазовские прицепы с рисом таскали, и комбайны вытаскивали. И сами камазы. Да, и сами камазы. Ну, по ходовой виду, что работает в условиях, конечно, на... Отрабатывает, так сказать, свое назначение. Да, да, назначение. Для чего гусениц есть, для этого она вот и есть. Больше тут ничего не скажешь. Вот по обслуживанию. Вот эти вот ролики, катки, все это... Такие катки, все это дорогостоящее, честно сказать, дорогостоящее. Но мы уже приспособились. Мы не даем, если какой-то каток заклинил и что-то, быстренько меняем. Если где-то потерлось, наварили, проточили. Больше используем, как бы, да, вот, восстанавливаем. А так, каток в сборе, ну, в районе, по-моему, сейчас 20 тысяч стоит. Один каток. А здесь их 24. Там смазка какая, жидкая залита? Солидол. Солидол, то есть его мазать надо? Да. Прокачиваем. Две толстницы стоят на одном катке. С одной стороны выкручиваем, чтобы воздух выходил, чтобы сальники не порвало. Там вот, как на ДТ-шке, кто может ДТ-шку знает, такие же сальники, как гармошки стоят, только маленькие. Выкручиваем толстницу, закачиваем солидол. Именно солидол, не литол, там, не какую-то синюю модную, именно жирный солидол. Во влаге шикарно все работает, проблем у нас не было. Воду не пускает он, короче? Воду не пускает. Сколько мажем, всегда солидолом. Если иногда перебираем, когда бывает время, по весне, перебираем, какие катки шатаются. Там можно регулировать, прокладками регулируется, так же, как типа на ДТ. Регулируем, собираемся. Ну, вот, наверное, в следующем году опять переберем, может быть, даже цепи поменяем. Мы купили, цепи были уже изношены, ну, вот, третий сезон работаем. Цепи надо менять, ну, как-то, как-то уже. И, который парень работает, опытный, он уже знает, где она может соскочить с цепи или что-то. Он уже не допускает этого, просто, может быть, за сезон один или два раза что-то будет. У него там крат с собой, пенечек он, бах, кувалдочкой стукнул по башмочку, загнал ее обратно, опустил и поехал дальше. У него такие проблемы. Вот так вот весь сезон работает беспроблемно. Сколько скашивает здесь за сезон, например, эта косилка гусеничная? Вот, ну, в прошлом сезоне 360 гектаров она скашила за сезон. Да, вот. Ну, и опять же, в таких условиях это довольно немало, да? Да, 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 это довольно, ну, и жадко пятиметровое, и условия, честно сказать, в грязи есть прям, прям по воде ходит, ну, ну, скосило. Жадко скосило. Это очень хорошее такое, может быть, кто-то там и 500 косит, я не скажу, ну, может, уход и чеки побольше, или как-то у нас чеки 3-3,5 гектара, тоже крутится очень много приходится. А вот смотри, вообще вот рисовые самоходные жадки, что вот это, что там предыдущие твои, здесь жадка как? У нее какая-то система копирования есть или нет, поле, например, или просто ее держишь всегда на цилиндрах, на гидравлике? Честно сказать, вот, вроде бы и на цилиндрах на гидравлике держишь, но вот у нее система есть уравновешивающая, вот. Как бы жадка, она туда-сюда ходит. Ну, то есть... Ну, то есть ее когда опустить, да? Когда лежачий, в принципе, опускаешь, вот, мне получается, как лыжня, вот, передний брус, вот, и продолжение его, она как лыжня идет. И защита ленты тоже самое. Да, и защита ленты, и как лыжня, когда вот лежачий, в принципе, на ней и косишь, а потом ты всегда на воздухе, на гидравлике. Потому что лежачий рис бывает сложно подобрать. Ну, здесь мы переделали рисовые, в основном, не хотят люди переделывать на такую систему, систему шума. Мы-то переделали страх и риск, но нам понравилось, работает, работает прекрасно. Не знаю, вот, кто-то переделал, не смог до ума довести, но мы переделали. И что же, еще что мы сделали? Поставили китайские подшипники, с тормозами, да, вот, делали. Потому что родные бердянские, которые здесь стояли, здесь стояли не смазывающие подшипники, ну, в грязи, в воде. Бывало такое, что мы, да, каждый день их меняли, и нас это сильно напрягало. Просто, прошлый сезон мы отработали, разобрали только после сезона, поменяли штуки три подшипника, вот, из восьми. Даже вот некоторые, так вот, они крашеные, как вот есть, как какой-то поменяли. Ну, опять же, промазываем, все работает. Вот китайские подшипники, я не скажу, что они хорошего качества, но они здесь работают. Прекрасно. Они с корпусами, но, когда мы их покупали в районе 800 рублей с корпусом, стоит сейчас, по-моему, 1000, 1100, 1200, я не помню, но работают. Они себя оправдали, и они нам понравились. Мы им не доверялись, таким недоверием ставили, как смотрели на них. Но, тут они, честно сказать, себя оправдали. Что еще сделали? Завода, без режаток, нет регулировки. То есть, у них есть регулировка только наклона. Все остальное закреплено жестко. Жесткое вот. Нету вот в адаптерах, нету. И бывает где-то что-то вот, врага называют, где-то что-то ты подогнешься как-то, и у тебя вот жадка одна ниже, а другая выше, и ты никак не можешь регулировать. И это вот проблема для многих. Начинают потом где-то навал, край ставить, другой там 5-6 человек собирать, подгибать, но это все неправильно. Мы что, сделали вот с одной стороны, опилили, сделали регулировку. Но, опять же, это не мы сделали, это есть один друг у меня, Виталик с Краснодарского края, он посоветовал так сделать, у него тоже жадки. И можно вот подрегулировать. Если тот угол, например, у нас идет выше, мы можем этот приподнять, и это тоже выше, и он на уровень выравнится. Если тот ниже, мы можем этот приопустить. Можно сделать с одной стороны. На той жадке мы сделали даже с двух сторон это регулировать. И очень сильно выручает. То есть, ты можешь на поле быстренько отрегулировать и ехать дальше. Но если ты видишь, регулировка закончилась, ну это уже ты дома можешь, где что скрывил, ты уже сам знаешь, где-то зацепил, может вал, может шлюз, может еще что-то. Ты уже можешь перед сезоном выровнять, все, и опять в нули вести ее, и опять у тебя запас регулировок остается. Это доработка уже была. А вот смотри, здесь поперек вот пружины стоят. А они какую роль выполняют? Вот они выполняют роль при наклоне, они амортизируют. Жадка туда-сюда наклоняется, я им амортизирую. Вот, через передачу, через них идет. А, через систему рычагов. Вот эти тяги, они тянут, эти пружины. Все понял. И разницы нет. Вот некоторые думают, если я одну отпустил, один край отпустится. Ничего подобного. Здесь четырехточечная навеска. Что бы ты ни делал, хоть ты одну тягу крутишь, хоть другую, она просто туда-сюда регулирует. Можно отрегулировать один край или второй только этим. Это многое не знает. Люди пытаются тягами. Даже мне вот в комментариях многие писали, а как отрегулировать? Я тягу кручу, эту отпускаю, опускается тот угол. Я говорю, ребят, она опускается общевзята. Здесь ничего не сделаешь. Можно только этим поправить. Понятно. Ну и вот здесь вот смотри. Кизляр Рисмаш, да? Да. Это тоже собственная, так сказать? Да. Есть там Краснодар Рисмаш или еще что-то. Мы ее собрали в Кизляре. Мы написали Кизляр. Это чисто не патентованное название. Ничего. Но если будет возможность, именно такую и запатентуем. Почему бы и нет? Собрано Кизляр, собрано для Риса. Ну и машина получается самоходная. Поэтому такое и название. Отсюда и название. Ну фары понятно. ФСУ направлены как человеку надо было. Он отрегулировал. Свет прекрасный благодаря ребятам из Китая. У нас сейчас на технике свет хороший. Да. Свет прекрасный благодаря ребятам.